так здравствуйте дорогие друзья вот сегодня у меня на обзоре два вот таких вот ножа представленных моим братом двоюродным владимиром уваровым большое спасибо вот ну эти ножи рабочие очень даже рабочие повидали они много поэтому никакой заточки там я проверять даже не буду вот и до сих пор они находятся так скажем в работе вот единственно хочу конечно показать их немножечко рассказать об их ттх ну начнем давайте вот с этого это у нас нож называется нож так он немножко у нас тут залапан называется нож тромантина фиш вот если вот видно видите он поюзанный у нас такой значит это рыбацкий нож вот фиксит имеющий тут вот для темляка отверстие значит пилу ну так скажем это для сошкуривателя рыбы тут в общем по основным его параметрам он имеет нож пила скрыватель рыбы я так понимаю тут где-то тут тоже находится зацеп открывашка и штопор ас на характеристики рыбацкого так он относится у нас к рыбацким ножам вот к рыбацким ножам называется модель тромантина фиш 26054 дробь 108 общая длина ножа 32 сантиметра толщина обуха 2 и 7 2 и 7 миллиметра длина клинка 19 и 5 ну это видимо другая модель ширина рукояти 35 сталь 420 вот но из этого я вот считаю по этим характеристикам который нашел это вроде немножко другой другая модель но в принципе значит и ну что могу сказать длина клинка где-то примерно 11 сантиметров вот сталь 440 440 а а это дроп point вот друг point ну и что здесь интересного интересно то что это рабочий нож вот контакт конкретно рыбацкий идет он вот таких вот ножнах можно его подвешивать фиксированный подвес можем такие скажем так вот здесь вот кожа а здесь пластик сделан тромантина фиш вот здесь у него идет гарда не знаю может быть он даже к холодному оружию относится но навряд ли потому что в принципе она хотя на широкое не дается скользнуть и такой пырятельный эффект у него вполне может быть вот вот так здесь логотип с рыбой но это конкретно вот рыбацкий нож вот ну что могу сказать нож рабочий затачивался ну так вот на просто на камнях на обычных правился правится легко это 440 сталь вот ничем она не примечательно но я имею ввиду своими свойствами такими вот есть питинг но за ним не ухаживали так скажем он действительно конкретно был рыбацкий нож вот в лодке дядька у меня рыбачил свое время на лодках и вот он повидал многое ну с 4 40 кого и это у нас нержавейком относятся так что проблем таких особо нету вот есть немножко так небольшой питинг ну и принципе ничего особенно с ним не произошло то есть рабочий хороший нож рукоятка пластик вот на 2 пина пин на 2 пинах заклепках находится ну и принципе вот очень удобный хочу сказать не знаю как уж насчет холодного оружия там но нож очень удобно и вот этот вот серрейтор для чистки рыбы вот вот такой вот ножичек трамантина fish называется вот ну давайте перейдем теперь более старшему брату что ли это у нас тоже рабочий нож естественно называется у нас вот он так и написан трамантина кемпинг вот сталь тоже имеется вот такой вот чойл давайте прочитаю по характеристикам 27 сантиметров у длина общая длина ножа длина клинка 16 толщина обуха полтора миллиметра вот заточка двухсторонние твердость 54 56 это 420 но возможно того тоже 420 сталь 54 56 единиц материал синтетической кожи ножом производитель трамантина бразилия вот производится в бразилии трамантина вот стайл бразил написано вот тоже рабочий нож кемпинг вот такой вот он так скажем но держится побывал во многих скажем так кемпинговых и не только баталиях рыбацких вот 420 нержавейка принципе правится быстренько вот вот такие ножны здесь уже ставка в отличие от этого здесь вот пластик идет здесь кожа натуральная ну я так понимаю натуральная слива нету но ножны достойные вот вот такой вот нож есть насечки принципе удобные вот для реза ну скажем так очень удобный легкий что этот что этот ножи очень легкие у этого тоже в обухе не более полтора я так думаю немножко не те технические параметры прочитал но вот в принципе они вот кемпинг вот фиш они немножечко похожи только этот побольше кемпинг этот у нас поменьше вот такие вот такие вот ножи произведенные видимо в бразилии ну точно если кто-то там умельцы знатоки поправит пожалуйста в отзывах поправляйте и это может быть не точно предоставил мне их брат и это вот брата дядьки моего ножи рабочие как видим они уже повидали свое поюзанные как сейчас модно говорить вот но в принципе находится в рабочем состоянии так вот такие вот две трамантина фиш и трамантина кемпинг у нас были на таком обзорчики вот спасибо брату спасибо всем что смотрели вот на этом по этому поводу обзор заканчиваю есть еще интересные ножички вот всем спасибо что были со мной до свидания